приветствую дорогие друзья сегодня мы снимем интервью с нашими новыми друзьями алена и никита мне зовут андрей и мы на канале жизнь в европе несколько вопросов мы зададим наверно снимем два видео о том как попасть на работу европу и второе видео будет о том вообще как мнение жизни европе впечатление и тому подобное расскажите где вы работаете и кем я работаю сейчас попробую сформулировать это на русском дизайнер по персонажам по 3d персонажем для компьютерных игр мы работаем в одной компании я работаю по механике дизайнер я разрабатываю системы того как игрок взаимодействует с миром в нашей игре простым языком я в принципе художник артист как это здесь называется да я математик ты разрабатываешь геймплей а ты рисуешь персонажи просто наша аудитория связи с моей тоже компьютерной действий игровой деятельности у нас много геймеров смотреть поэтому многим будет интересный еще аспекта вашей работы расскажите что вы делаете какую игру мы забыли упомянуть что мы работаем на лари это бельгийская бельгийский разработчик компьютерных игр и сейчас мы работаем на двинете оригинал синт 2 это классическое рпг с видом сверху игрок управляет целой компанией персонажей из четырех персонажей у каждого из них есть своя какая-то история свой характер и весь игровой процесс там что есть какая-то есть какой-то сюжет есть есть много персонажей в мире с которым нужно разговаривать нужно скрывать какие-то тайны и так далее и на самом деле это большая это большая фишка нашей игры в том что она довольно сильно заточена под коп есть много фич для того чтобы игрокам было весело друг с другом взаимодействие против друг друга вместе в основном вместе но есть как бы возможности для пвп если желание есть много возможностей смешно насолить друг другу например можно взять зелье которое обычно лечит покрасить его точнее наоборот взять зелье яда покрасить его в красный чтобы она выглядела как лечащая зелья и подложить своему товарищу да и чтобы он это жару боя делал выпил выпил яд и откинул копыта если своим друзьям всегда то дело например расскажите откуда вы родом как вы из беларуси из витебска классно а как вы попали на эту работу на кого вы учились чтобы у нас у нас две очень разные истории которые как раз наверное представляют два способа как можно попасть на работы сюда и вообще в нашу индустрию а потому что я я получала образование здесь и образование это было направлено на то чтобы я потом работала на в игровой индустрии то есть делала 3d и никита он у него было образование которое очень хорошо подходит для того чтобы я прикладной математик то есть я прикладной математик свободное время я изучал компьютерные игры системы механики и ну как-то занимался своими маленькими проектами в свободное время ну и в универе у нас мы учились в американском университете в болгарии немного странно звучит американский университет в болгарии он он расположен в болгарии да но он как бы основан на деньги американских инвесторов насколько знаю там образование английском языке и он от тестированный в европе в штатах и там довольно свободная система в которой каждый студент может выбрать курсы которые он будет проходить и ему нужно всего лишь набрать определенное количество курсов для того чтобы получить специализацию которая называется major то есть если ты прикладной математик ты все равно можешь взять несколько курсов по программированию по экономике и ну сам выбираешь чтобы да да ты сам выбираешь чтобы чуть чуть есть просто какие-то критерии по которым как бы к концу обучения ты должен набрать таких 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 курсов 5 выдадут диплом если не набираешь что тебе нужно брать еще год например и учиться пока не не выучишься вот и свои свободные курсы я брал экономику программирование такие вещи которые помогают мне твою работу чтобы разрабатывать компьютерные игры какую профессию можно в снг странах у них нет каждого есть возможность в американский университет в болгарии поступить но в россии в украине и беларуси клуба математика идет очень хорошо программист отлично да но на самом деле неплохо быть немножко знать экономику зависит немножко от того в каких играх вы собираетесь работать но в классических рпг очень важно знать экономику потому что очень много бартера продажи работы с золотом и так далее и баланс это по сути прикладная математика вроде бы казалось что что там написать там как персонажи бегают а на самом деле действительно нужно думать для того как торговать там экономика это очень сложно это огромная таблица экселе по сути ну рабочий процесс это ты сидишь в экселе и это еще нужно отметить зависит того чем ты хочешь заниматься в компьютерных играх у нас есть писатели например то есть ты можешь ну например быть каким-то писателем фэнтези в теории и потом если захочешь работать на компьютерную игру то ты можешь это сделать можешь писать диалоги ты можешь писать истории ну в принципе все-все что они предметы есть очень много работы для писателей это это отдельно никита больше такой дизайнер дизайнер механик вот такое а есть еще скрипторы есть еще программеры есть еще программеры которые программа только до технические аспекты люди которые почти не играли нашу игру даже вот сейчас который мы разрабатываем у нас есть люди в офисе которые разрабатывают только очень такие сильные фичи в движке это только код да а маркетологи ну как бы они играют но они не обязательно разбираются во всем то есть есть очень много ролей и для для человека с любым складом с любым как бы скиллсатом можно найти какую-то работу как вы попали на эту работу какие какие вообще в европе требования для того чтобы европе много есть контор фирм которые разрабатывают компьютерные игры по программированию какие вообще основные требования вот я программист мне кажется недостаточно быть просто программистом зависит на какую позицию если вы очень хороший программист и вы хотя бы немного интересует играми знаете что это такое то многие конторы оторвут вас с руками если согласно работать потому что скучные части геймдев оплачиваются неплохо но в моем случае на самом деле меня взяли на работу на которой они требовали три года три года опыта которых меня было но я показал свои проекты которые делал свое свободное время то есть я брал как это открыт доступный движок например портфолио да что-то типа того да то есть просто список игр маленькие дамки и описание какие-то дисдоки то есть свои собственные наработки и для работодателя было очень важно что человек делает что-то в свободное время свободное время он ну не только сидит но и как-то разрабатывает очень редко когда в геймдеве геймдев приходит математики программист который просто знает коды писать по факту глобально у меня была немножко другая история потому что я здесь закончил университет и получается что в конце третьего курса ну или зависимость того насколько ты хорошо сдаешь экзамены ты можешь учиться три года ты можешь учиться четыре до шести семи лет у меня это было три года в моем случае и в конце третьего года ты должен пройти обязательно практику а вот и ты ищешь практику в какой-то компании это не обязательно должна быть бельгийская компания это может быть компания любая которая занимается геймдевом или чем-то где ты можешь делать то что вот ты делал университете в данном случае 3d эффектами для кино например спецэффекты очень популярны и ну я как бы уже знала в принципе где хочу работать потому что в бельгии лариан это единственная такая хорошая компания геймразработчик и поэтому я туда сразу пошла и я пошла вместе с еще шестью наверное интернами все проходили практику и после интершипа получится интершип три месяца три-четыре месяца я точно не могу как я слышала и как я искала ну где-то вы может может быть будете получать 300 евро в месяц за свой интершип вот но это очень ценный опыт работы это все здорово ну желательно найти конечно хорошую компанию чтобы чему-то у них научиться чтобы не просто ну как-то просидеть вот интершип и все вот надо надо конечно что-то из этого получить вот в моем случае я очень хотела работать на эту компанию поэтому я на интершипе вкалывала конкретно то есть я оставалась позже я там ну просто работал дома ну прям вот у меня была цель что я хочу здесь работать опять же я у меня не было цели я хочу остаться в бельгии там или что-то я хотел работать конкретно эту компанию потому что мне очень нравится и после интершипа мне не сказали что меня берут на работу мне сказали что я могу три месяца поработать на летней работе тут называется summer job это очень выгодно для компании потому что они не платят налоги за тебя не платят не платят да но тебе платят тебе то есть платят ну практически полную зарплату и ну у тебя в принципе полные права то есть у тебя контракт на три месяца или или 50 рабочих дней кстати вот если вы уже работали как студент в этом году 50 рабочих дней то они не могут вас взять на эту работу потому что ну по закону по бельгийским каждый студент не имеет права работать больше чем 50 дней в году да если ты работаешь больше тогда с тебя уже должны платить налоги это немножко другая бумажная волокита то там нужно получить всякие разрешения на работу и так далее поэтому я осталась на летнюю работу проработала три месяца и вот кстати на тот момент из наверное 7-8 человек которые вот пришли со мной на интершип остался один еще да один по моему да по моему да предложили работу всего трем людям на летнюю работу пришло два то есть я и еще один парень и в конце летней работы но только мне предложили остаться на работу то есть на полный контракт то есть ты из всех ты лучшая но я не могу сказать что я лучшая но ну я получу работу классно хорошо вот это бюрократия там бумажные волокиты как вам как гражданам беларуси сколько были проблемы с оформлением документов очень-очень конечно долго ну мы никогда не сталкивались с бюрократией в беларуси во взрослой жизни потому что мы довольно рано уехали поэтому не можем сравнить но сколько вам было лет когда вы уехали 17 17 ну то есть мы после 17 лет мы приезжали ну снова на праздники граждане беларуси сейчас какая виза какой тип виза у вас рабочая рабочая как она у нас как бы не виза уже то есть никита делал визу там такая система что ты сначала делаешь визу по ней въезжаешь а потом визу тебя закрывают и дают карточку на год а у вас контракт без срока действия нет он на год на год да и они не могут дать на год а поскольку без срока да это это тоже хитрая система ну как как мы сказали на работе сказали то что они не не могут открыть срочный контракт государство не разрешает да 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 нужно отрабатывать где-то три года или или что такое по 1 1 годичному контракту и потом они могут открыть и вот для того чтобы открыть только визу у меня ушло где-то четыре месяца бумажные лакиты в беларуси в россии было бы быстрее все это время вы работали уже или ждали у меня немножко другая ситуация студенческую визу а для студенческой визы точно такие же документы вот абсолютно то же самое а собрать проще здесь да кроме того чтобы нет я имею когда уезжала по студенческой кроме того что тебе нужно вместо вот контракта рабочего тебе нужно из университета бумаги какие-то но по факту ты ходишь абсолютно по тем же инстанциям ты должен пойти в посольство ты должен пойти туда туда ты должен получить медицинскую справку от врача которые аккредитованы в бельгии в беларуси это один врач один врач по всей беларуси по всей стране один человек на всю страну ох он там наверное сдер с вас как за родину ну кстати прилично он по местным меркам это абсолютно нормально кстати врач вообще мне очень понравился потому что ты платишь довольно большую сумму за справку но вот он проводит полное обследование он вот просто ну по анализам твоим просто считывает все вот какие у тебя проблемы не проблемы вот просто вообще собрать только анализы ушло где-то две недели то есть это не можно они это справка где ты вот приходишь и такой я здоров вот это я и все эти такой пишут все справку нет и вот тут там там реально там все анализы все вот прям вот так кропотливо нет шоколадка нет шоколадка для наших зрителей если мы упускаем какие-то вопросы на ваши ответы то есть ответы на ваши вопросы вы смело задавайте в комментариях и мы ответим позже комментарии на ю тубе вы можете задать вопросы мы постараемся найти для вас ответ и насчет остальных документов все справится просто и ну по факту наверное самый сложный документ это медицинская справка для меня был когда я уезжала а но ну нам немножко созне потому что у нас нету белоруссии бельгийского посольства то есть нам нужно ехать ну самый ближний у нас в москве из витебска 500 километров до москвы поэтому поехали туда и вот там уже ты получаешь свою визу у тебя небольшое собеседование ну такое стандартная тоже процедура и вот так я делала визу на чтобы уехать сюда студентом и потом когда я уже нашла работу опять немножко было ну как бы нужно было же отсюда делать в принципе похожие документы немножко другие и вот ну как бы же отсюда делать дальше чтобы студенческую на рабочую немножко упрощенная да это уже здесь тебе тоже нужно побегать там по всяким бумажкам в принципе бумажка тоже очень похожей и кстати опять пришло сделать медицинскую справку но вот кстати вот если сравнить медицину, ну вот как я делала справку там и как я делала справку здесь, здесь было проще, здесь я всего лишь сдавала два каких-то анализа. Где больше проблем было с документами, в Бельгии или в Беларуси? Длиннее, сложнее? Ну, долго было собрать в Беларуси, но в основном, потому что в Беларуси действительно нет посольства и опять же, к врачу нам нужно было ехать в другой город и так далее. Если бы не надо было никуда ездить, то да, то наверное... Да, мне тоже очень нравится в Бельгии, все вопросы, водительские права, регистрации, все в одном окошечке, грубо говоря, все через одну даму. Бюрократия медленная здесь, но хотя бы она в одном месте, да, и как-то можно решить, да, работает. Хорошо, расскажите, я знаю многие компании в своих там брошюрах, там Google Entertainment Blizzard, они помогают с жильем, с трудоустройством, с оформлением, помогли ли вам? Нет, я бы сказала, что нет, больше нет, чем да. Помогли, может, с советом, может так, может, можно сказать, но нет, в нашей компании, ну, у нас довольно маленькая компания, то есть у нас не Google, у нас не Blizzard, у нас довольно мало сотрудников и у нас нет людей, которые занимаются вот чисто, ну, каким-то HR, организационными моментами. То есть, ну, все как-то сами по себе, да. Помогли, чем могли, вот. А так, как говорится... А сложно было найти информацию, где искать жилье, как, что, почем? Ну, так, сложновато немножко, потому что... Проблема, конечно, да, с тем, что самые полезные ресурсы на нидерландском и на французском, а мы знаем только английский. Да, работаем мы на английском, ну, мы не говорили, по-моему, и, в принципе, живем мы здесь тоже полностью на английском. В Вельгии, ну, как бы, очень рациональные люди, они, как правило, понимают. Много ли проблем с тем, что вы не знаете местного голландского языка? Ну, я бы сказала, нет. Если бы были проблемы, вы, наверное, выучили к этому времени. Это большое спасибо местным людям, потому что они, ну, у них нет никаких проблем с тем, чтобы попытаться переключиться на английский, попытаться объяснить, то есть, ну, не возникает никаких конфликтов на этой почве, что, ну... То есть, ну, ни разу еще не упрекнули, что ты не знаешь моего языка, и... Ну, кто-то, конечно, так, это... Уделенно, да? Делает кислую мину на это. Да, 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 немножко. Ну, это абсолютно нормально, ну, то есть, никому не хочется переходить на другой язык. Ох, уже эти туристы, да? Да, да. Но не было никаких крупных проблем. То есть, очень приватливые люди, они стараются... Да, с официальной точки зрения вот всех, там, бюрократических инстанциях. Я бы сказала, что, конечно, лучше знать язык, чем не знать. Когда вот именно с бюрократией ты, ну, сталкиваешься, да, лучше, конечно, выучить. Лучше выучить, да, да. Тебе все сделают, но, ну, мы слышали уже неоднократно, что они гораздо охотнее тебе помогают, когда ты знаешь язык. Или хотя бы, да, пытаешься говорить на английском. Да, да. Ну, в нашем случае, опять же, мы немножко, наверное, производим другое впечатление, потому что мы все-таки очень хорошо говорим на английском. И ты, ну, как бы, то есть, ты не то что, ну так, приходишь и такое, э-э-э-э-э, как сказать слово какое-то. Нет, то есть, мы приходим и мы так... Я, например, не знаю. У меня английский язык средний после школы, в университете я знаю только те слова, которые по программированию, там базу какую-то. И вообще реально ли найти работу с плохим английским и только русским, например? Очень сложно. Работу по специальности сложно. Ну, то есть, работу чуть-чуть более простую. Ну, а если разработчик разрабатывает игры на русском языке, то что проблема? Там же все на русском. Ну, дома в России, конечно. Например, у нас есть филиал в Санкт-Петербурге, и у нас там свой штат программистов, свой штат тестировщиков, и, ну, они знают английский, они общаются на английском, но я думаю, что если человек немножко хуже общается на английском, там все равно найдется место для узкого специалиста. Да, но это очень сильно помогает, если английский на разговорном уровне. То есть, без английского можно даже не соваться, в Европу работать? Можно соваться. Вот, знаешь, очень часто, ну, вот в моей сфере, в сфере 3D, да, спрашивают, ой, как, вот важно ли мне рисовать хорошо или вообще уметь рисовать, чтобы делать 3D, чтобы особенно скульптурить, то есть делать скульптуру в 3D. И, ну, вот, то, что все отвечают 3D-шники обычно, что ты можешь не знать, как рисовать вообще, но если ты планируешь преуспеть в этом, если ты планируешь быть вот лучшим, если ты хочешь стремиться к чему-то очень классному, к хорошему уровню, то да, нужно. И также с языком, мне кажется, то есть, если ты хочешь в своей профессии, особенно в гейм-девелопменте, если ты хочешь чего-то добиться, если ты хочешь быть реально одним из лучших в том, что ты делаешь, то обязательно. Вот ты должен знать язык не хуже, чем, вот, учат в лингвистическом твоем университете, в столице твоей страны, где ты живешь, наверное, вот так. Проблема основная с языком в том, что можно его очень долго учить и хорошо знать грамматику, и его знать как науку, но без практики разговорной очень сложно, естественно, общаться с людьми. И люди, ну, у которых много практики, они будут очень сильно это чувствовать, и для них не важно, что у тебя правильно расставлены артикли, для них важнее, что ты можешь быстро ответить и, ну, испонять. Я бы понимаю. Да, да, и здесь практику разговора, я не думаю, что можно чем-либо заменить, то есть, нужно любыми способами пытаться разговаривать. Как вы попали на работу, где вы брали практику? Ну, у нас образование на английском было, поэтому, да, и университет был очень интернациональный, то есть, туда приезжают люди со всего СНГ, из Казахстана, из Узбекистана, из России очень много людей, из Беларуси, Украины, отовсюду. И из Западной Европы тоже, из Штатов приезжают, и из-за этого, из-за того, что все разговаривают на разных языках, английский получается, ну, в самом среднем, все разговаривают по-английски, да. И у всех довольно сильный акцент, поэтому, ну, как бы, никто не чувствует то, что у них хуже английский, да. Каждый год приезжают новые люди, у них всегда плохой английский, почти всегда, но все, как бы, учатся, и это очень, естественно, ну, улучшается уровень английского. Ну, у них неплохо, кстати, я хочу заметить, что, в принципе, эти люди, они сдали уже, ну, вот, когда они приехали, очень такой, advanced, да, да, то есть, американский экзамен, который сдают американцы, чтобы поступить в свой американский университет, точно такие же экзамены, и плюс они, поверх, сдали еще один экзамен, который TOEFL, который, если ты, у тебя не родной язык английский, то есть, это мы говорим о том, что вот это вот, ну, как бы, лучшие люди по школе, которые знали английский, они сдали его экзамен, уже поступили, то есть, им, возможно, дали даже стипендию какую-то, чтобы они бесплатно поступили туда, и вот они приехали, и они все равно, вот, они погружаются в эту атмосферу, где очень много людей, которые, у которых это первый язык, которые, ну, native-спикеры, и там они плохо говорят, то есть, опять же, да, ну, как бы, у нас тоже похожие довольно, мы из одной школы, и поэтому у нас довольно похожий опыт, то есть, в школе мы участвовали в олимпиадах по-английскому, и, ну, я бы не сказала, ну, то есть, я, наверное, да, я, то есть, как бы, думала, что, ну, как бы, английский, это, сорт, моя основная, вот, директория, которую я вот направляюсь, то есть, у меня это был основной предмет, у Никиты это математика, наверное, 2, то есть, и даже, даже с тем, что у него была математика, он все равно участвовал в олимпиаде по-английскому, два года, наверное, два года подряд, да, два года подряд, да, ну, то есть, я участвовал на республиканском уровне, то есть, не так плохо, мне казалось, знал английский, но когда я приехал в университет, мне казалось то, что мой английский просто отвратительный. У меня тоже самое, да. И, в основном, потому что знание языка и умение разговаривать, неформальных ситуациях абсолютно разные навыки и нужно оба потому что вы работать нужно и как бы быть человеком общаться на очень персональном уровне и при этом нужно ну не допускать особо много ошибок потому что очень много общаешься в письменном виде особенно когда ты дизайнер тебе нужно писать документы тебе нужно общаться через баг трекер и так далее так и то есть нужно оба эти слова объяснить твою проблему на это еще момент то что там ну вот как бы дома обычно учат грамматики и вот если ты пишешь правильно если нету грамматические ошибки в том предложении то предложение оно нормальное то есть ты можешь вот написать какой-нибудь бред но если вот оно грамматически нормально то все таки ну да да хорошо в принципе да здорово моя школа английского то же самое это но я бы сказал то что в снг отношение к языкам как науки как более точному предмету и поэтому нас не так много ну в нашем личном случае да мы чуть чуть меньше разговаривали чуть чуть меньше подписали с или сочинение и чуть больше в школе проверяют ну такие более точные вещи например нужно здесь поставить предлог в каком в каком времени нужно употребить глагол что очень правильно что нужно знать да но вот именно разговорной практики бывает мало в том числе потому что в школах час чаще всего иностранный язык это не самое главное чему учу то есть ну бывает что у тебя два класса в неделю этого абсолютно недостаточно для того чтобы у нас каждый день нет у нас по-моему было 4 45 дней потому что у у меня был гуманитарный класс поэтому у нас было у нас кстати было по-моему да возможно каждый день про школу или уже про школу про школу я кстати наверное еще запуталась у всех потому что я вроде как отвечаю и за тот универ и за бельгийский вот хочу разъяснить я после школы тоже поехала в американский университет образование я училась там два года я поняла что там у меня был была специальная журналистика, мультимедиа журналистика в частности, то есть я снимала видео, монтировала видео, я много чем занималась там вообще, ну, то есть там было там был такой простор, можно сказать, того, что ты можешь сделать, я даже брала экономику класса, в общем, ну, как бы искала себя. Я поступал на экономику специальности, я в середине своего обучения перевёлся на математику, потом ещё добрал программирование, ну, короче, со мной это и так, то есть я вроде как поступила, и я потом думаю, окей, ну, я, наверное, хочу делать журналистику и что-то ещё возможно, возможно взять программирование, вот, но посреди, вот, как бы посредине своего обучения я поняла, что нет, я всё-таки хочу заниматься чем-то более художественным, чем-то более таким творческим, и поэтому я решила, что нужно попробовать себя в компьютерных играх, и я уже на, наверное, весь второй год свой я работала над этим, и вот в своё свободное время посвящала тому, что я учила 3D, я там учила, вообще, ну, как бы рисовала, как вы воспринимаете компьютерные игры? Как серьёзную техническую работу? Конечно. Это очень, это очень. Да, ну, то есть с точки зрения работы, а лично вы персонально, то есть вы геймеры или... Да, да, мы геймеры. Конечно, я думаю, что нужно любить игры, чтобы работать в них, это однозначно. Назвите 3 любимых ваших компьютерных игры, кроме ваших, которые вы разрабатываете. Естественно, понимаешь, что наша игра самая лучшая. Конечно, конечно. 3 компьютерные игры. А, мне очень-очень понравился Witcher 3, в переводе Ведьмак 3. Ведьмак, да. Это из последних, это просто вот... Он настолько хорошо сделан, и я настолько впечатлилась в истории. С точки зрения компьютерной графики тоже. Да, с точки зрения всего на самом деле, да. И компьютерная графика была на высоте, история была на высоте, мне не так понравился Combat, как хотелось бы, но... Не будем обсуждать. Всё равно было, да, ладно. Одна игра, которая произвела на меня просто, вот в детстве, впечатление, когда я в первый раз подумала, что... Когда я в первый раз загуглила студию, которую я сделала, и когда я в первый раз подумала, что, вау, я, возможно, бы хотела там работать, и это у меня, причём, мысль возникла, когда вообще не понимала, что игры вообще делают люди, и как на них работают, но, тем не менее, это была WoW, естественно, World of Warcraft, которая... Привет. ММО. Да. Я, наверное, поиграла в первый раз, когда мне было лет 11, у меня был старший брат, который мне такой сказал, о, я играю тут в WoW, в общем, типа, ты хочешь попробовать, тебе может понравиться. Сотые лет ты играла в WoW? Вот. Ну как, я не играла так, чтобы прям вот каждый день, в течение пяти лет, или что-то такое, я, наверное, вот поиграла, вот когда я только туда окунулась. Я, наверное, поиграла, вот, да, наверное, полтора года или что-то в этом роде, вот, а потом через... Больше в PvP или PvE игру? PvE, наверное, ну, потому что, как бы, я тогда не настолько была, ну, хорошей... Да, профи игроку. Да, с хвоем мне там лет было, и вообще, но меня впечатлил мир вообще, меня впечатлила история, я там читала квесты, я там проходила вообще, это было, ну, нравилось очень. Вот, и потом, в какой мы экспансион играли уже с тобой? В Пандарию, на самом деле, но не... Warlords of Draenor. Да, Draenor последний. Да, Draenor, вот, и потом мы, наверное, поиграли, ну, вместе три, наверное, Draenor, может, больше. Мы пошли за ностальгией туда, прошли все старые рейды вдвоем, это было очень круто. Да, было здорово. Вот, и все, наверное. Вот так, ну, и третья игра, какую бы мы третья... О, я знаю, опять же, игра из детства, которая, кстати, классическая RPG, это Sacred, и там много Sacred'ов потом сделали, там сделали Sacred Underworld, Sacred 2, Sacred 3, в общем, в общем, да, да, самое классное, это вот это Sacred Gold, которое вот в Анкаре, вот просто все, я не знаю, это, это, наверное, наверное, я как-то, я играла в Diablo, и Diablo, наверное, было слишком хардкорное на, для моей детской психики. Вторая идея в Diablo? По-моему, третья, нет, вторая, вторая, извиняюсь, да, вторая, третья еще не вышла, но, ну, мне как-то почему-то Sacred, по-моему, был разработан в Германии, насколько, по-моему, там такая готическая такая. У них очень немецкая готика, у них немножко другой визуальный стиль, да, и вот, и вот это, вот, кстати, ну, я большой фанат, в принципе, RPG, мне очень нравится, мне очень нравится фэнтези, мне очень нравится RPG, и поэтому вот просто, не знаю, я переигрывала, наверное, раз в пять, наверное, у нее уже ректальные вещи. Как каждый месяц. Треники, да? Три игрушки. У меня, игра, которая меня заставила задуматься о том, что игры это что-то серьезное, это Morvind. Я играл очень много в WoW, но, вообще, три игры очень сложно выделить, потому что я играл, ну, в принципе, во все, что, ну, во все значимые игры последних 20, наверное, или 30 лет. Слушай, я забыла про доту, как я могла забыла? Ты забыла про героев третих, ты забыла про доту. Нет, это невозможно вообще. Да, ну, ты сможешь... сложно, три игры очень сложно. Я, на самом деле, выделила те, которые вот две из прошлого и одну вот просто самую последнюю. Ну, я бы выделил WoW, я бы выделил героев, я бы выделил бы ЦУ. Но Morvind, это для меня игра, которая меня по-настоящему повернула, ну, и заставила задуматься о том, что игры это что-то чуть-чуть более серьезное, чем просто развлечение. То есть, для меня игры, это все-таки форма искусства. И при этом, ну, она очень молодая, поэтому люди еще не до конца поняли, что можно с ними делать и какие впечатления можно вызывать в, как бы, игроках. Вы расстоите работу как творчество. Ну, да, это очень хай-тек творчество. я тоже разделяю ваше мнение, что компьютерные игры это творчество, любая сфера, даже как маркетинг в компьютерные игры, это тоже, потому что это все новое, нужно все придумывать, все методы и раскрутки, и разработки, все, все новое. У нас, кстати, маркетинг, люди, они очень сильно влияют на арт, который создается, потому что если, ну, вот этот промоушнл арт, например, какие-то картины, рисунки, в общем, такие вещи, они прям контролируют, они звонят по скайпу концепт-артисту и говорят, вот здесь вот поменять арт, такое выражение лица будет лучше, ну, и это, они очень много инпута относят. Это как в Варкрафте в новом дополнении Сильваны закрыли живот, например, ну, да, она тоже. Это самое, хорошо, творчество, вы чувствуете себя хорошо, какие условия труда? Отпуска, тринадцатая зарплата, вот эти все вещи. Я думаю, что из-за того, что мы в Бельгии, здесь все очень стандартно, я бы сказал. Да. То есть нам платят стандартную зарплату по Бельгии, по Бельгии, да. И все законы в плане именно условий труда, они довольно сильные и работник защищен, то есть у нас есть отпуска, когда мы перерабатываем, нам отдают время потом, то есть нам рядко платят за овертайм, но нам отдают время, чтобы мы могли взять отпуск еще или выходные, то есть нам отплачивают всегда время. ну, естественно, если ты встаешь, тебя там кормят бесплатно, тролливай. Вот, но все остальное, как бы, оно очень стандартное по Бельгии, что значит качество. Вот. Если честно, ну, как бы, то, то, какое количество времени, которое мы тратим на это, в других сферах оплачивалось бы лучше, но у нас есть огромное количество свободы в том, что мы делаем. То есть, ну, из-за того, что студия довольно небольшая, вот, если тебе что-то взбрело в голову и у тебя есть время на это, ты можешь это выплатить в игре. Если ты считаешь, что игра будет лучше из-за этого, ты можешь добавить арта, ты можешь добавить что угодно в нее. То есть, ты себе создаешь то, что тебе нравится и тебе еще за это платят. Это очень... да. Ну, как бы... Многого стоит того, что... Ну, ваши зарплаты, я не буду спрашивать цифры, у каждого свои, но вашей зарплаты хватает ли вам на жизнь в Европе? Да, и откладывать на будущее, например, для... Ну, я скажу так, мы на самом деле живем на одну зарплату и одну откладываем, можно сказать, чтобы... да. А, то есть, мы скромно живем, да. То есть, одну зарплату вы можете спокойно отложить, это очень, очень сильно. это не обязательно заслуга индустрии, потому что... это заслуга бельгийского законодательства, в том числе, потому что по бельгийскому законодательству нам нельзя платить меньше, чем нам сейчас платят. Там, для того, чтобы наняли иностранца, нужно, чтобы он был квалифицированным человеком, и нужно, чтобы его труд оплачивался довольно высоко. Я тоже знаю эти условия, что в Бельгии работодатель, если берет за границы специалистов, он должен доказать, что в Бельгии таких нет. Он должен доказать. Да, да. Кстати, ну, вот это немножко... В гейминдустрии это проще. Да, это, во-первых, проще, но, во-вторых, еще это зависит от компании, потому что не всякая компания может нанимать специалистов из-за рубежа. То есть, наша компания может, но, например, если вы хотите, ну, если у вас знакома там пиццерия, например, будет очень сложно вас нанять, если вы не в Бельгии. Вот. У нас проще и проще с тем, что ты доказываешь. То есть, открыть свою пиццерию в Бельгии и всю родню сюда перетащить. Да, это... Перетащить родню будет тяжело, но открыть, если есть деньги, пожалуйста. Наверное, да. Сколько... Ну, есть ли у вас возможность пригласить в гости ваших родственников или вам съездить домой? Да, да. Да, спокойно, конечно. К нам приезжали мои родители. К гостилиновскому. Открывается виза по пригласить... А, на самом деле просто туристическое. Да, можно, да. Ну, проще всего просто открыть туристическое. Сейчас он не так сложно. Ну, на этом и закончим. Призываю, мы обсудили все такие аспекты. Господа, если у вас есть еще вопросы дополнительные по поводу работы в Европе, что-то вас интересует или в плане геймдизайна или подобное, обращайтесь в комментариях или в личку или куда хотите. Мы постараемся ответить. Мы снимем еще второе видео вообще о вашей жизни, о ваших впечатлениях и ссылочка на второе видео будет тоже в описании к этому видео. Так что подписывайтесь на наш канал, оцените и пока. Субтитры сделал DimaTorzok